приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим народным приметам на 18 апреля поговорим что если представляет этот день на какие моменты стоит обязательно обратить внимание и также что нельзя делать в этот день друзья все более подробно далее в этом видео 18 апреля церковь и верующие люди чествуют фидулы и агафопода это священномученики солунские при правлении императоров диоклетиане и и максимяне святые мученики вдвоем служили в одном храме который находился в городе салунь фидул был знатно старше и за свои старания и веру был награжден чудесным перстнем с изображением креста перстень обладал достаточно великой силой исцеления людей а язычникам помогал перейти к крестьянской вере святые фидул и агафот в 303 году пострадали во время большого гонения на христиан правитель города жестко расправлялся с христианами приказывал ловить издеваться и даже жестоко расправлялся при попытке бегства другие названия дня в народе были такими фидул фидора ветреница или фидул теплый согласно народным традициям по сегодняшний день старались не убирать утепление из окон так как на святого фидула еще обязательно будет мороз те кто умел заговаривать и верил в добрые приметы мог растворить но тут же и затворить с определенными словами и заклинаниями некоторые наоборот считали это только положительным явлением и открывали окна настежь чтобы свежий весенний воздух полностью проветрил квартиру от того тяжелой и зимней топки печи по поверью прохладный ветер эти днем должен был прочистить все углы в доме и уберечь от нечистой силы а также сглаза и болезней при этом они проговаривали кто раньше фидула а конницу растворил тот ненастью угодил но конечно все эти морозы сплошная мелочь была по мнению предков они прекрасно знали что сегодняшний день пройдет и будет уже точно тепло и уютно а на разговоры о холоде и плохой погоде люди отвечали пришел фидул тепло раздул сам же день безумно радовал ослепительным солнцем его яркие лучи пусть и не сильно согревали на улице так как ветер был еще холодный зато в самой хижине создавал максимальный уют и комфорт на улице уже пробивались зелеными листьями на деревьях и кустах появлялись где-то даже маленькие цветы а мягкая и ароматная трава покрывала весь сад в округе дома если на небе были синие синие облака то ожидали теплое лето с переменными осадками она и хорошо ведь посев должен быть полит и не сохнуть в этот день 18 апреля желательно было понаблюдать за поведением своих домашних друзей а именно кошек и котов ходили рассказы что если окошко ли кота захочет выйти из дома в окно или наоборот зайти к вам запрыгнув на окно и просясь его открыть то ей запрещалось препятствовать это было чревато приходом в дом или в сарай воров сегодняшний день нужно провести с огромной пользой для себя стоит отлично поработать сделать возможно генеральную уборку дома потрудиться на огороде и в саду народ 18 апреля ни в коем случае не ленился потому что как понимали что за них никто ничего не посеет в саду поэтому самого утра люд усердно трудился копошился не покладая рук мужчины занимались естественно более сложной работой а девушки старались помочь посеять или же хозяйничали дома поговаривали что кто в апреле не сеет тот в сентябре не веет вовсе дурной приметой был и сон до обеда старались встать вместе с восходом солнца чтобы успеть все до конца этого дня планировали все заранее и старались ничего не упустить дабы быть сытыми в дальнейшем детей поднимали также рано в своем малом возрасте они конечно редко помогали старшим скорее просто путались под ногами задавая вопросы смеясь и играясь в различные игры под открытым небом и дыша свежим весенним воздухом так поступали наши предки потому как считали что чтить традиции иметь понимание таких простых и базовых вещей в жизни они должны самого раннего детства смотреть на старше как они трудятся во благо них же и стараться расти подражать и быть похожими на своих сильных верой и духом родных 18 апреля было строго запрещено ругаться ссориться кричать и даже просто повышать голос не разрез не разрешали даже крикнуть из дома на улицу или наоборот чтобы просто для того чтобы вас услышали в этот день наоборот старались все друг другу угодить просто на улице и дома в быту лишний раз помочь успокоить выслушать и ни в коем случае не поранить острым и горьким словом люди прощали сегодня любые обиды и старались загладить свою вину только помощью и добром считали что сегодня есть чем заниматься и это куда важнее было чем ругаться выяснять отношения и злиться на кого-то согласно народным приметам стоит сегодня воздержаться от планирования каких-либо операций связанных с косметологией перенесите ее на любой другой удобный вам день так как сегодняшний день это итог который вас может не удовлетворить в полной мере или же повлечь и вовсе к следующей запрещено также сегодня тратить большие суммы денег еще с давних времен сегодня народ в буквальном смысле этого слова разучался тратить деньги они могли потратить их не по своему назначению людей дурили на базарах и рынках или деньги вовсе пропадали где-то без вести стоит хорошенько подумать перед столь важной и дорогостоящей покупкой по возможности отложить оплату и просто не спешить в эту ночь могли присниться различного рода сны но их не стоило бояться вовсе по рассказам нужно было просто умыться после пробуждения и не брать плохие мысли в голову то же самое нужно сделать если вам приснились ужасы или кошмары переключитесь на другие позитивные мысли в этот день именины в этот день отмечают егор алексей георгий платон семён марк и николай наши предки в этот день открывали окна и проветривали по их помещения весенним воздухом ранее в этот день пускать в дом ветер не рекомендовалось такого он был еще холодный по народному поверью такой ветер предохраняет дом от нечистой силы и болезней а вы сегодня 18 апреля можете провести другую практику также откройте окно в любое время когда вам будет удобно и скажите мои мысли и действия создают постоянное процветание деньги благополучия сосуществуют в гармонии да будет так после этого посмотрите еще раз в окно улыбнитесь закройте форточку идите заниматься своими делами а также обращаем ваше внимание что сегодня нельзя отказывать в помощи демонстрировать скупость жадность и стараться где-то найти материальную выгоду потому что такое поведение сегодня приведет к денежным проблемам человек сам может оказаться на месте тех нуждающихся которым отказал в помощи также обращаем что у нас не то 18 апреля это не просто понедельник обычно это великий понедельник христианский праздник в этот день который имеет название как понедельник страстной недели или страстной понедельник во время страстной недели вспоминаются последние дни и жизни иисуса христа напоминаю всем что в течение всей этой недели начиная с понедельника идет подготовка главному празднику к пасхе поэтому не забудьте прибраться в доме вымыть пол двери окна постарайтесь так чтобы пасхальное солнышко беспрепятственно проникала ваш дом через окна осветите его своим священным праздничным светом не забудьте вытряхнуть ковры половики перемыть кухонную утварь и посуду одним словом дом нужно привести в полный порядок добравшись до самых труднодоступных мест например за шкафы за холодильник неприбранные места могут привлечь нечистую силу также разберите шкафы уложите вещи избавьтесь от всего ненужного а порванные вещи следует подлатать также на руси в этот день чистили скотину и стоило вся неделя считается рабочие в бытовом плане когда нужно все-таки потрудиться чтобы подготовиться к главному христианскому празднику года святой пасхи конечно же мужчины занимались починкой мебели дверей забора тех или иных сломанных предметов в доме и во дворе ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 18 апреля 2022 года по лунному календарю друзья нас с вами ожидает 17 и 18 лунные дни убывающая луна в знаке зодиака скорпион это время общения обращаем ваше внимание радости дружеских встреч ярких знакомств и запоминающихся свиданий особенно благоприятно будет первая половина дня когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад однако следует тщательно контролировать буйство сил не все могут выдержать значительную перемену ритма также этот день будет переполнен положительной энергией наиболее чувствительные люди могут получить важные для своей жизни откровения которых они ждали уже давно по этой же причине есть вероятность и судьбоносной встречи в этот день которая счастливит вас удачным браком так что стоит приглядеться к новым знакомством в этот день помимо этого распределения такого обилия энергетики ляжет и на ваши плечи если вы умеете ею управлять день пройдет идеально если же вы допустите слабость и растеряетесь как и куда направить это буйство все может закончиться весьма печально в этот день многие устраивают шумные вечеринки которые заканчиваются обычной попойкой или дракой сегодняшний день пропитан любовью который захочется дарить своей второй половинке много и бесконечно поэтому именно сегодня возможно примирение двух рассорившихся влюбленных удачные бракосочетания и самые страстные и жаркие ночи любви особенно прекрасный и любвеобильный в этот день женщины энергетика этого дня вы знаете плодотворно и для творческих начинаний так как у вас есть прекрасная возможность самовыражения которое закончится небывалым успехом только пожалуйста направьте энергию созидательное русло и вы станете автором настоящего шедевра который удивит и вас самих и даже всех окружающих если у вас есть такая возможность то спланируйте месяц таким образом чтобы этот лунный день остался свободным отдел потому что все-таки он предназначен больше для активного отдыха ну а стрижка волос не нужно сегодня бояться никаких манипуляций с волосами можно сказать для этого этот день и предназначен даже самая простая стрижка принесет вам много пользы но если вы решитесь на смену имиджа то точно не пожалеете будьте смелее попросите сделать вам такую прическу которую вы давно хотели парикмахер поделиться с вами советами по укладке вашей новой стрижки что сильно упростит вам утренние сборы на работу в будущем обращаем ваше внимание что сегодня красота приумножается поэтому стоит уделить ей чуть больше своего внимания волосы наращенные в этот день будут долго держаться и поднимать вам настроение а вот химическая завивка или кератиновое выпрямление также пройдут удачно и придадут волосам здоровый вид полностью обновившись сходите повеселиться с друзьями но даже в такой чудный день будьте осторожны завистники могут вас сглазить что же касательно окраски волос то окраска волос натуральными красителями в рыжий или светлый тон улучшит отношения с близкими людьми как вариант заплетите сегодня небольшую косичку и в нее вплетите желтую ленточку такая прическа привлечет солнечную энергию и этот день станет днем надежды и энтузиазма вот такой друзья у нас с вами день по лунному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал также обязательно подписывайтесь подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с тем кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране друзья вы видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете смотрите там очень много полезной важной нужной и интересной информации для вас всех с наступающими праздниками услышимся уже в следующем видео